Лучший месяц в году, без сомнения, это месяц Рамадан. И лучшие ночи в году, без сомнения, это последние десять ночей месяца Рамадан. Чем же они особы? Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сообщил о том, что среди этих ночей есть ночь Лайлятул-Кадр. Ночь могущества, либо же ночь предопределения. А также посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, выделил эти последние десять ночей, а также их дни, с тем, что он совершал атикаф. Атикаф — это уединение в доме Аллаха Субханаху ва Та'Аля. Это сунна посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, которую он совершал до конца своей жизни. С начала наступления последних десяти ночей месяца Рамадан, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, уединялся в мечети настолько, насколько это было возможно, так что даже ему ставили палатку в мечети для того, чтобы как минимум он мог тратить свое это благословенное время на мирские заботы. И поэтому человеку, который желает совершить атикаф, следует понимать, что атикаф — это не время, когда человек занят своими бытовыми вопросами и мирскими заботами в мечети. Нет, он уединяется в мечети для того, чтобы больше уделять времени связи с Аллахом Субханаху ва Та'Аля. Читать Кур'ан, совершать дополнительные виды поклонений, намаза, читать зикры и часто взывать к Аллаху Субханаху ва Та'Аля. И поэтому каждому, который совершает атикаф, следует помнить, что атикаф — уединение в мечети для того, чтобы наладить связь с Аллахом Субханаху ва Та'Аля, для того, чтобы приблизиться к Нему насколько можно ближе. И максимально избавить себя от любых мирских забот, убрать подальше телефон и все, что его отвлекает. Атикаф может человек совершать на протяжении всех десяти ночей, но если ему не позволяет время, то он может совершить атикаф с намерением даже хотя бы одного дня и одной ночи, либо же двух или трех ночей. Но сунный посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, является совершение атикафа последние десять дней и ночей вместе с Рамадан. Я прошу Аллаха Субханаху ва Та'Аля, чтобы он принял пост всех постящихся и дал возможность каждому из нас совершить эту прекрасную сунную посланника Аллаха, уединиться, совершить атикаф в мечети.